И снова мы с вами. Друзья, привет! С вами Нюга Аманная Поросина. Мы в Нижнем Новгороде, в Икеа. В принципе, это все стандартно. Наверное, уже пора спойлера вот такой дадим выпускать. Баню. Что случилось? Все хорошо. Все хорошо? Давно мы собирались снять эту тему, потому что на самом деле она актуальна. Это кухня, это хранение. И не только хранение в кухне, в принципе, везде. Это тележки. И когда у нас сейчас осталось перед отъездом буквально 30 минут свободного времени, Дима предложил, но я, соответственно, согласилась. Да, Дмитрий Юрьевич? А что бы не согласиться? А что бы не согласиться-то? Все равно же приехали, значит, надо снять. Итак, мы в отделе кухни. Сейчас мы с Димой вам покажем все тележки, которые есть в Икеа. Сразу скажу, использовать их можно не только на кухне. Использовать их можно везде. В ванной, в гостиной, в рабочих каких-то зонах. Мастерам индустрии красоты. В общем, везде. Погнали? Да. Давай начнем прямо вот как есть. Самое бюджетное, да, внешнее. Безумно легкое. У нас еще есть клиенты, которые называют ходинками. Это мы с тобой в старостные перегоники будем ходить. Нет, я боюсь, мы ее раздавим. И внуки будут ставки делать. Бабка-детка, 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 бабка-детка. Тележка Драган. 41,32 на 75. Цвет серебристый. Стало стоить за разы уже 1600. Ну, как везде все дорожает. Дешевле ничего не становится. Мы моложе не становимся, тележки дешевле. Так. Жибловату. Сильно не нагружаем. Так, стопов нету. Нагрузку на полку нету. Не прописано. Тоже хреновасто. Но ее очень любят, знаешь, ресничники, бровистики. У кого что-то небольшое, поэтому я... И кто сидит за стулом. Да, и кто-то... То есть я бы вот сильно не стала ее нагружать. Вот как выглядят полки. Но снятие здесь ее... Ну, давай, хорошо ломай. Перфорированная часть. Возвертаем на место. Скажу сразу, заказываю очень часто. А, еще смотрела лайфхак. Эта клиентка рассказала. Она вот так фиксирует за вот эту перекладину. Но она что-то специально сюда кладет. Ей вот так надо. Потому что я приезжала, ей отдавала заказ по-сибирскому. И смотрю, я говорю, ты что с тележкой сделала? Она говорит, мне так надо. Дальше идем. Сразу целая серия. Нисофорс. Черная, белая и красная. Вообще очень хорошо в влагостойких помещениях. То есть в ваннах использовать. 33 килограмма. Максимальная нагрузка общая. Максимальная нагрузка на ярус 11 килограмм. Длина 50,5. Ширина 30. Высота 83. Вес всего 7 килограмм. То есть она не тяжелая. Уже, да? Да. Но она уже не такая жиблинкая. Более плавлененькая. Колючки имеют уже другую форму. Стопорульки есть? В отличие от драган. Стопорулик, к сожалению, нет. Три полки. И смотри, нижняя какая глубокая, удобная. Ну, нижнюю и среднюю можно, я чувствую, так уже побольше нагружать, чем верхнюю часть. Ну, вообще... Потому что ты уже нажала, но идет уже небольшая деформация. Имейте это в виду. То есть здесь слегка, а дальше уже поплотнее. Так, их три. Дим, покажи, пожалуйста. Прям классический белый, классический черный. И такой, знаешь, кораллово-красный, но в более теплом оттенке. Еще одна новинка. Ну, как новинка такая. Новинка старинка. 1300 она стоит. Хожу к мастеру на шугаринг, к Наташе, у нее таких три тележки. То есть у нее прям хорошо все стоит, выдерживает. Ну, понимаете, да? Не надо их до безумия нагружать трехлитровыми банками. Ну, что она в них хранит? У нее лежат сахара в этих специальных емкостях и полимеры. Полимеры там по полкило-два пакета, то есть по килограмму. Потом тренер знакомая хранит здесь наш спортпит. У нее мешочки с протеином разложены. 26,48 на 77. Хорванан. 1300. Высота 77 сантиметров. Она одна из самых узких. Когда нужно место заполнить где-то, она всего 26 сантиметров. Так. Ну, это не тележка. Нет, 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 я даже на стол не смотрю. Теперь Роскук. Роскуков сейчас три цвета. Такой оливково-зеленый, очень красивый цвет. Привет, Дима, покажи его, пожалуйста, наверху. А я по черной и белой расскажу уже в нижней части. Вот это, наверное, одна из самых таких качественных тележек. И если вдруг она попадает в распродажу, ребята, в сейл, цап-царап, бежать, пока не забрали. А еще... Проявляется в том, что самая прочная конструкция. А еще смотри. Нежиблая. Нежиблая. Разделочные доски Hexmag из бамбука. Идеально подходят, как крышки-полки. Знаешь, я даже представила, что на природе что-то можно будет покромсать ножиком. На ней тогда сразу. Эх, повар, лишь бы покромсать, откромсать. Как это, врача, отрезать там или как там. А вот, смотри, видишь, на каждый. Согласись, красиво. Лишь бы отрезать у хирурга, да? Да. Стоит сие радость сейчас 4 тысячи российских рупий. Размер 35-45 на 78. Можно использовать везде. Колесики тоже у нас без топорина. Колеса уже другие, более высокого качества. Из такого вспененного пластика. Не шумичая. Для металлической. Сейчас посмотрим, есть ли нагрузка. Максимальная нагрузка 18, а нагрузка на один ярус, соответственно, 6. Высота 78 сантиметров. Цвета у данных телег, у Роскук постоянно меняются. Но черное и белое остаются базой. Помнишь, были оранжевые? Были такие красивого голубого цвета. Бежевые очень красивые были. Возвращаем на место. Это еще хорошо дополнять кухню. Допустим, вы не смогли ее оформить кухню от стенки до стенки. У вас осталось определенное расстояние 30-40 сантиметров. Ее можно туда поставить в тележечку. С бутылочками, баночками и прочими вкусностями. А еще и доски разделочные можно применить, куда хранить и использовать как полочки. Дима, это не все. Пойдем? Самая высокая телега Сунерста. Ну, знаешь, она как бы такая телега полуостров. Во-первых, она на двух колесах. То есть вот так возить ее будет неудобно. По высоте она у нас 97 сантиметров. Вес 8 килограмм всего. Длина 56, ширина 33. Периодически необходимо подтягивать шурупы. Ну, это касается каждого предмета, который мы сегодня рассмотрим. То есть это уже не такая мобильность. Я даже, честно, я пока не знаю, вот куда подойдет. Ну, хорошо, с одной стороны, то, что имеет два колечка, два, две стойки, она будет более устойчивая, не снижает. Но минус, бутылочки, наверное, передвигать уже невозможно. Я вообще ее не представляю в передвижении и куда ее можно применить. У нее полностью открытые бока. То есть нет со четырех сторон защиты. Два бока открытых. Поэтому я больше ее воспринимаю все-таки как стационарную. А я думаю, коробочки сюда. Да? А в коробочках уже все остальное. Ребят, у кого такие телеги? Расскажите, где они у вас живут, для чего, зачем и почему. Так, еще две. Одну я вот эту безумно люблю. Она самая, на мой взгляд, эстетическая. И она очень хорошо сочетается из такой же серии с корзинками. Называемся мы Рисоторп. Стоит 5000 рублей. Цвет белый. Колесики крутятся в любом направлении. То есть вы можете направить куда угодно. Колеса с деревянными элементами. То есть она такая еще и эстетичная. Ну, здесь, кстати, вот эти тележки, Дим, я видела и в гостиницах. Видела и в ресторанах используют. Ну, такие, где открытые, если какие-то пространства. 57, 39 на 86. Размеры корзин. Значит, верхняя 25, 38 на 6. Средняя 40, 38 на 8. И нижняя 57, 38 на 10. Максимальная нагрузка суммарная 24 килограмма. Еще смотри. Иди сюда. Вот это по факту стопорки, на которые цепляются корзинки. Но умные умельцы, девушки, сюда еще умудряются что-то прицепить. Ну, что-то совсем слабенькое. Нет, если вот, как бы, типа веревочку и на ней ее что-то. Это я у кого-то в влоге видела в Инсте. И новая тележечка. Кунфоркс. Ну, относительно новенькая, относительно тележечка. Вообще, по факту, это стол на колесах. Очень такой медицинский напоминает, да? Он уже, как мы видим, имеет стоп. Вот он уже со стопорами. Дима дождался. Хоть у чего-то стопора есть, да? Знаешь, она такая, больше, ну, это, профессионально похожа. Но по звуку я слышу, все очень тоненькое. У профессиональной мебели все намного толще. Пожожжче. Потолще. Пододежнее, так скажу. Не жибло. Но для дома это очень сильно будет гармонировать. Греметь. Гременировать. Звенеть. Звенеть. Значит, 60 на 40, высота 90. Максимальная нагрузка на ярус 19 килограмм. Что здесь в комплект входит? Решетка. На решетку крючки вы можете дополнить еще док элементами из серии Кунфорс. Кунфорс, кстати, покажи, вот она. У нас есть обзор на канале, мы его снимали в Икеа Краснодар. Здесь у нас по факту получается две глубоких полки, одна верхняя открытая. Куда применять? Тоже как-то вот, ну, я не знаю. Какая-то открытая летняя кухня. В общем, я не скажу, что вот я для каждой телеги бы нашла свое применение. И вот вообще серию Кунфорс в Саранске любят. Заказывают ее часто. Но тележку за все время, наверное, пару раз заказывали. Самый популярный вот Роскомп и бюджетка, которую девчонки берут. Ну, в большинстве случаев, у нас кухоньки-то маленькие. А если вот такую еще телегу поставить, то ходит-то где? Ну, нахрен бы она пала, по-честному. Это для больших столовых, кухонь. Приготовила много и подвез на стол, чтобы сто раз не бегать. Ну, тут я прям с тобой полностью согласна. Ну что, друзья мои, по телегам все. Их, в принципе, не так много, но очень интересно было услышать мнение подписчиков. Да, Дмитрий Юрьевич? Да. У кого какие живут? Мы давно-давно хотели с ней, только получилось сегодня. Ну, такое тоже бывает. Итак, друзья, напоминаем, что наш офис в Саранске находится на большевистской 85, кто не знает. Потому что очень... Это ты? Не громи, пожалуйста. Потому что, где очень часто люди приходят в офисы менеджером и говорят, ой, а про Икеа это ваш канал? Девчонки улыбаются, да, наш. Поэтому, ребята, мы в каждом видео теперь будем говорить о том, где мы находимся, чтобы вы не забывали и нас не кеяли. Потому что мы-то мы. И мы-то мы. И делаем стандартную процедуру для Ютуба. Лайк, дизлайк, если вам не нравится. Обязательно подписка, чтобы не пропускать видео. И все дружно стремимся к серебряной кнопке. Подписывайтесь. Это большая мотивация для нас. Да, снимать дальше-дальше. Для вас это просто одно действие. Просто сделать. А для нас это целое событие. Ну да, потому что вот иногда даже не хочется. Ну надо. Ну да. Ну да. Пошли мы дальше снимать. Ну пойдем. Все пока. Короткий, конечно, обзор получился. Ну а что про тележки? Сколько по времени? Двадцать. Нормально.